здравствуйте в эфире ежедневная программа 13 регион с вами рауль габитов в очередной раз я расскажу вам о том что произошло в шимкенте за минувшие сутки наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий но обо всем по порядку несчастный случай произошел на улице рашидова ближе к вечеру брат сестрой вместе с отцом инвалидов колясочником спускались в подземный переход в какой-то момент женщина не удержала коляску ее отец покатился по лестнице мужчина не вынес полученных травм и скончался на месте на место происшествия вызвали медиков и сотрудников полиции однако работникам скорой помощи не осталось ничего кроме как констатировать смерть инвалидов дтп произошло накануне на перекрестке улиц торикулова ельшебек батыра участниками столкновения стали автомобили mazda и volkswagen golf судя по всему водители не смогли разобраться кто главный на дороге в результате чего произошел лобовой удар столкновение было несерьезным а потому машинам нанесен минимальный ущерб к тому же в этой аварии никто не пострадал в деталях этого дорожно-транспортного происшествия предстоит разобраться сотрудникам полиции жизнь шимкенте безопаснее чем других мегаполисах казахстана об этом говорит статистика за прошлый год в городе было зарегистрировано 20 тысяч 899 уголовных правонарушений тогда как в астане их число достигает почти 40 тысяч а в алматы 66 тысяч 913 преступлений по сравнению с другими крупными городами казахстана в шимкенте меньше всех совершаются особо тяжкие преступления и большая часть уголовных правонарушений из которых 60 процентов приходится на кражи шимкенте наблюдается общее снижение уровня преступности по сравнению с 2015 годом количество уголовных дел уменьшилось на 7,4 процента особо тяжкие преступления на 6 процентов тяжкие на 21 процент и большой тяжести на 26 целых девять десятых процента полицейские задержали предполагаемого грабителя в декабре прошлого года в ордобасинске роваде заявлением обратился мужчина он сообщил что ночью в его дом проникли неизвестные в масках угрожая физической расправой они попытались совершить ограбление сопротивление хозяина заставила бандитов уйти ни с чем по данному факту полиции возбудили уголовное дело и приступили к розыску подозреваемых спустя некоторое время от стражи порядка вышли на след и задержали 22-летнего местного жителя который признался в содеянном выяснилось что молодой человек причастен к четырем фактам скатократства предполагается что феврале 2016 года он увел в пастбище четырех коров принадлежавших местному жителю всего задержанный на воровал примерно на полмиллиона тенге краденых животных подозреваемых сбывал на рынке в настоящее время подозреваемых взят под стражу полицейские ведут розыск остальных участников преступления такова была хроника криминальных событий за минувшие сутки напомню что если вы стали очевидцами пожара дтп или преступления звоните к нам по телефону 56 16 32 если вы зафиксировали какое-либо происшествие на камеру мобильного телефона отправляйте материалы на вот зап 13 региона номер вы видите на экране наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки с вами был рауль габитов будьте бдительны и берегите себя